Шалом Увраха дорогие друзья мир и благословения вам мы снова вместе и мы продолжаем размышлять на тему почему еврей должен может и должен оставаться евреем при этом он может и должен верить пишу мы поговорим о том что у нас есть и чего нам не нужно стесняться и это будет 7 отдельных пунктов 7 отдельных таких вот позиций которые я постараюсь осветить первое что у нас есть у нас есть полнота в миссии у еврейского народа есть свое особое место в теле машиаха и она уникальна само по себе и нет никакого другого народа который мог бы заместить или занять это место вместо евреев я думаю иначе господь просто не призвал бы нас а оставил бы где-то в стороне я постараюсь вам привести другой пример вот с инженерной такой точки зрения представьте себе что у вас есть какая-то конструкция сложная большая это может быть просто мост и каждый элемент этой конструкции должен быть сделан из определенного материала по определенным стандартам и представьте себе что есть предположим это железнодорожный мост и там есть заклепки вот эти заклепки они должны быть из специального металла чтобы он был достаточно вязкий достаточно мягкий не хрупкий чтобы держал вибрации нагрузки и так далее и есть спецификации в которых записано из какого материала какой диаметр производится вот эта заклепка и вдруг вам приходит в голову такая идея зачем нам делать это из металла давайте мы это сделаем деревянные будет быстрее будет дешевле ну и быстренько вот мост такой вот склепаем я думаю любому понятно что этот мост просто рухнет он не выдержит никакие нагрузки точно также у еврейского народа в теле мессии есть определенная функция поэтому бог призвал именно наш народ и задействовал в общем плане спасение или в общем плане раскрытия себя всему миру именно наш народ и нам остается понять почему и для чего речь идет снова о самоидентификации когда мы это поймем мы сможем лучше просто исполнить свою функцию и поэтому никто никто из людей никто из других народов не может нам сказать что бог отказался как бы от еврейского народа и сегодня новый израиль это церковь дело в том что об этом очень хорошо говорит рабби шауль в своем первом послании в коринфянскую общину я хочу зачитать это место о том что каждый член он определен богом он предусмотрен богом для четкой функции и обратите внимание что именно бог располагает в теле члены так как он этого хочет дары распределяет именно он и и поэтому когда мы родились и пришли на эту землю нам важно понять какой я член в теле миссии сейчас речь идет о макро 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 телах макро частицах то есть мы сейчас говорим не моем личном присутствии в теле миссии о моем присутствии в теле миссии как представителя того или иного народа поэтому каждый народ имеет свое призвание свою функциональную идею для того чтобы тело миссии нормально могло работать здесь на земле итак первое послание в карим автор рам бешауль более известный как апостол павел с 12 стиха я читаю 12 главу ибо как тело одно но имеет многие члены и все члены одного тела хотя их и много составляют одно тело так и машех ибо все мы одним духом погрузились в одно тело иудеи или елены рабы или свободны и все напоены одним духом тело же не из одного члена но из многих если нога скажет я не принадлежу телу потому что я не рука то неужели она потому не принадлежит к телу и если ухо скажет я не принадлежу к телу Потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужды. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Амин. В этом месте скажем амин. Параллельный текст находится в Ефесянам, 4 глава 11-16. Но давайте поговорим об этом тексте. Очень ясно мы видим, очень ясно мы видим то, что не может один член тела сказать другому члену тела, ты мне не нужен. Именно это мы видим в теологии замещения, когда нам, евреям, на протяжении столетий говорили, что Израиля нет, Бог отказался от своего народа. А есть теперь церковь, и вот церковь является новым Израилем. Так я хочу сказать, дорогие друзья, что так и нет. Еврейский народ никуда не исчез, ам Израиль хай, он жив, и он будет жив. И у нас есть определенное призвание в теле Мессии, потому что Бог этого захотел. Вы знаете, если Бог этого захотел, никто не сможет изменить эти вещи. Люди могут сами себя убедить в чем-то. И мы видим эти примеры. Сегодня люди как бы убеждены, допустим, особь мужского пола убеждена, что он женщина, и даже делают операции. Понятно, что это отклонение, это патология, это нездоровое состояние внутреннего именно человека. Поэтому тело Мессии, оно уникально само по себе. Но некоторые органы сами так вот решили, что тело должно быть похоже именно на этот орган. И вот если оно не похоже на этот орган, то это уже и не тело. Но, Раби Шауль говорит, не может глаз сказать руке, ты мне не надобно. Поэтому ни один народ не может сказать еврейскому народу, вы нам не нужны, мы без вас обойдемся. У меня для вас новость, не обойдетесь. Потому что так сказал Бог в Священном Писании, не потому что мы очень сильно хотим вам навязать свое присутствие. Кстати, о присутствии, мы сейчас тоже об этом поговорим. Дело в том, что вот мы, евреи, уже привыкли, что нам нет места. Нам нет места на земле, нам нет места в Церкви Божьей, нам нет места в той или иной стране. И в христианстве тоже, как оказалось, нет у нас места. Так решили определенные члены этого тела, о котором они говорят. Кстати, голова того тела, к которому вы себя относите, она еврейская. Потому что Ишуа был рожден в еврейском народе, обрезан на восьмой день. У него есть очень четкая принадлежность к народу, если хотите национальная принадлежность. И поэтому все-таки голова будет решать, что делать рукам, ногам, глазам. И мозг тоже будет решать, который находится в голове и в спине. Вот в этом плане часто нам приходилось слышать, дескать, если ты хочешь быть хорошим христианином, и мне так говорили, ты должен перестать говорить вот эти вещи и живи нормально, но что ты не как все. Перестань вот это все делать. Нас как бы побуждают отказаться от наших традиций. Я вам хочу сказать, взамен же нам предлагают тоже традиции, только языческие. Наши же традиции базируются, они взяты из священного писания. И поэтому мы все-таки будем придерживаться тех традиций, хороши они или плохи. Но мы будем их придерживаться и будем также работать над тем, чтобы, скажем так, очистить их от тех отклонений, которые возникают также с поколениями. Но для нас это ближе, для нас это проще. Сейчас, слава богу, ситуация уже меняется, по той причине, что у нас появилась своя земля, свое государство, свой язык, культура, традиции реанимируются. Они были все время. Мы как бы пересадились из кадушки прямо в землю. Вот мы 2000 лет находились в какой-то оранжереи, такой галут, вот это рассеяние по синагогам, там, здесь. Но, слава богу, наш народ сохранил собственную самоидентификацию. И поэтому наша маслина, она была вот в этой кадушке ограничена, мы не могли распространить широко свои корни. Сегодня приехал в Израиль и вернувшись в свою обетованную землю, мы пересадились. Вот это лично мое может быть такое, да, переживание, я делюсь им просто с многими, что здесь уже на земле мы можем расти. Мы можем расти, пуская корни, и быть до самого пришествия еще в Мессии. И поэтому наша маслина, она уже начинает плодоносить, и она приносит хорошие плоды, потому что мы, привившись на свою собственную маслину, привились на свой корень, и этот корень находится у потока воды. Я думаю, скоро многие убедятся, что натуральный продукт лучше гидропонного. Поэтому то слово, которое мы делимся отсюда, из Израиля, оно больше все-таки похоже на натуральную маслину, чем на искусственно выведенные какие-то сорта, в которых, может быть, там уже и вкус даже где-то поменялся. Я думаю, что пора уже отказаться от Евангелия быстрого питания. Вы знаете, фестфуд такая есть, кухня, фестфуд там, Макдональдс. Пора отказаться вот от Евангелия фестфуд. Это вкусно, это быстро, но это отравляет на самом деле наш организм. Я хочу сказать, что без евреев община не имеет полноты. Она никогда не будет красивой в глазах Господа. И если в ней нет места для тех, с кого все это началось, друзья, это серьезная проблема. Это напоминает мне детскую сказку про лисичку, которая пришла в домик к зайчику и говорит, можно я погреюсь тоже. Вот она лапку сначала, потом носик, потом залезла, а потом просто выгнала этого зайчика из своего домика. То же самое чувствуем сегодня мы. Нас как бы выгнали из этой общины. И вам, евреям, тут нет места. Но, знаете, у нас есть защитник, у нас есть Господь, наш Спаситель Ишуа Машех, который является главой этого тела. И Он дал нам и позволил нам быть в этом теле всегда. Поэтому сегодня мы ничего ни у кого не отвоевываем. Мы просто говорим о своем праве быть теми, кем мы являемся. И мы надеемся, что найдем понимание, ну хотя бы у некоторых. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Продолжим наше общение на следующем занятии. Амин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова